В Сочи стало доброй традицией все спортивные достижения горожан отмечать в прославленном музее спортивной славы. Сегодня почетными гостями здесь стали воспитанники спортивных школ курорта. Номинанты на присвоение звания Мастер спорта России – это чемпионы, многократные победители и призеры соревнований разных уровней. Этого высокого звания для любого спортсмена сегодня удостоились 30 человек. Но торжественное удостоверение и значки вручили девятерым. Остальные – на сборах или тренировках, которые спортсмены не любят пропускать. Сегодняшний герой – это каратисты, один представитель УШУ, гимнастки, одной из которых, кстати, присвоено звание Мастера спорта международного класса. Получил звание мастера и многократный победитель чемпионатов России по теннису среди глухих Дмитрий Тюлюкин. Спортсменка Мария Люкина в художественной гимнастике более 10 лет. Свои достижения считает заслугой наставников. Я в течение 12 лет занималась художественной гимнастикой. И сегодня у меня просто переполняют эмоции. Я так долго ждала этого дня. Мне так приятно, столько счастья. Я благодарна всем тренерам. От самого первого моего тренера и до последнего. Всем большое спасибо за то, что они вырастили, меня тренировали. Это очень приятно. Большое им спасибо. Это очень хороший показатель того, как город Сочи развивается в части спорта. Потому что на сегодняшний день это подтверждает, что у нас полностью готова вся спортивная инфраструктура. И администрация делает все для того, чтобы в Сочи спорт развивался. И тому подтверждение сегодняшнее мероприятие – это чествование мастеров. Именитых спортсменов в Сочи с каждым годом становится все больше. За последние пять лет, отмечает директор департамента физической культуры, в городе сделан колоссальный рывок. Сегодня в Олимпийской столице спортом занимаются 40% детей. А каждый второй сочинец имеет отношение к спорту и не обязательно профессиональному. Вести здоровый образ жизни жители курорта сподвиг в том числе и принятый в Сочи антитабачный закон, уверены в мэрии. А от новоиспеченных мастеров ждут еще больших заслуг. Ребятам пожелали, чтобы их имена прозвучали и на Олимпийских играх.